приветствую вас дорогие друзья с вами лурлиур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты тогда я не оставлю вас без видео и поэтому ставь лайк потому что видео будут выходить каждый каждый день ну а пока что пока что я отбросил лень и стал действительно готовить последнюю часть моим моего летсплеера из которыми уже вам все уши продырявил я все-таки решил сделать еще один обзор перед финальным выпуском значит сериала на вот такую вот 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 гиганта вот такого как бы это по-другому не сказать но ребята это это я считаю что это шедевр это шедевр давно мы не делали обзор на колесную технику но вот это вот 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 это вот реально стоит похвалы данное создание создания именно вот реально данная машина называется бегемот то есть реально называется бегемот Притом она называется Бегемот Лайт, то есть это типа лайтовая версия, но на самом деле машина очень крутая, очень крутая и прям вот сделана из смеси больших и малых блоков, то есть большой и малой сетки, но я просто в шоке. Большое спасибо автору, пользователю инженеру, точнее у которого ник Den22D3D, прошу прощения если я что-то говорю неправильно, но вот я просто настолько в шоке, да, данное устройство, ребята, является настолько гармонично сложенным, гармонично сделанным, что я сам заигрался пока я тестил эту машину, реально у меня просто не было сложности. Пока мы летали и смотрели на этот экстерьер, могу сказать, что данная машина мне напоминает наборы Лего Техник, то есть в какой-то степени там тоже была некая детализация, чем сложнее моделька, тем более сложная детализация и здесь то же самое, то есть вот это вот офигеть, вот реально офигеть, здесь есть куча разных эффектов, сейчас мы посмотрим подробно, да. Но хотелось бы, конечно же, внести маленькую-маленькую ложечку дегтя в столь очаровательное творение, это то, что здесь негде скарабкаться на корабль, как бы, да, ну, есть такая проблемка, да, то есть если у вас закончился водород, то вы на этот корабль не попадете, судя по всему, или может быть даже попадете, но я не допер каким-то чудесным образом и не понял, как опускается шасси для того, чтобы на борт подняться. Ну, я просто не нашел пока что этого механизма, но тем не менее могу сказать, что машина очень добротно сделана, единственный минус то, что на борт нельзя залезть пешком, так вот так, пешком, вот прийти и залезть нельзя. Вот, но это не беда, не беда, потому что данная машина все-таки является интересной, очень любопытной и в ней, в ней, вот заметьте, каждая маленькая деталь играет роль, то есть она, машина очень детализированная, очень хорошо защищенная, со всех сторон турелями, то есть вот буквально сверху, снизу, не пожалел автор вот всего этого и реально все очень-очень круто. Ну что ж, давайте мы начнем сейчас осмотр ее интерьера и что ж, начнем прямо вот отсюда, здесь стоит ассемблер, наш ассемблер и рефайнери. И также у нас тут есть любопытные блоки, которые мне очень хотелось бы, допустим, ну, посмотреть, например, что вот это такое, ну, давайте мы сначала все осмотрим внешне, а потом уже пойдем разбирать функциональные части данного корабля. Итак, наша рубка находится вот здесь, то есть вот это основная рубка, вот здесь, если сесть сюда, можно очень даже неплохо осмотреть всю машину, и, собственно говоря, нажать на клавишу P, разблокировать шасси и поехать. Тут передние колеса ведущие, вот так вот можно нестись на полных парах, то есть совсем, ну, это, грубо говоря, одна большая база на колесах, очень красиво сделанная и гнущая все на своем пути, то есть это, ну, очень круто, очень круто и красиво. Так что, респект, респект тебе, Дэн. Нажмем на блокировку колес и благополучно, надеюсь, остановимся. Теперь пойдемте посмотрим другие места. Здесь огромное количество кокпитов, ну, как, я считаю, что их многовато, даже с учетом их функциональности, но, конечно, это, наверное, для декора и антуража. Здесь есть возможность сесть и управлять, то есть, например, вот эти боковые, тут же эти, кокпит у нас для оружейной батареи, то есть, чтобы защищать оружие. Основные, конечно, они впереди находятся. Далее спускаемся сюда, отсюда мы, в принципе, все начали, здесь было все ясно и понятно. Дальше мы можем спуститься. Дальше спускаясь, мы спускаемся вот сюда. Здесь у нас, пожалуй, что это такое у нас, блин, забыл название этого блока, уж такой. Да, генератор кислорода и водорода, конечно же, блин, что со мной такое. Так, дальше у нас тут есть карга-контейнер, карга-контейнер, да. И, конечно же, наш ангар, дорогие друзья, у нас тут просто офигенный ангар, просто, реально, слов нет. Он настолько прекрасный, что я уже путаюсь в словах, он настолько он прекрасный. Это еще не все, здесь еще кое-что интересное есть, но мы к этому вернемся еще. Здесь есть огромное количество переключателей света, также вот ангар, он таким вот образом выглядит, если у вас будут кораблики, которые будут влетать и залетать, то самое, что ни на есть, айс, главное, чтобы они поместились сюда. Потом у нас идет подъем в рубку, то есть, вот она, у нас еще есть нижняя рубка, да, то есть, здесь была верхняя рубка, здесь еще нижняя рубка. Здесь мы можем сесть на бегемотика, и, то есть, здесь тоже оружейная батарея, защита всего этого. Я так понимаю, водительское кресло тут, оно, тут сидит конкретный такой водила, который управляет данной машиной, а сверху сидит капитан. Здесь также, конечно же, блок радиоуправления, потому что стыдно будет на такую машину не поставить блок радиоуправления. Как же так быть может-то? Вот, ну вот так вот можно подняться, собственно говоря, на самую верхнюю рубку. Мне интересно, каким образом реализованы здесь, значит, маленькие блоки, переход на большие блоки, потому что внутри вроде бы все очень, ну, сделано из больших блоков. Но, судя по всему, то, что я хотел как раз-таки посмотреть, является той самой частью корабля, где реализована данная штука. Сейчас мы реально посмотрим на нее, я на нее хотел вот взглянуть. Так, залезаем в этот кокпит, и в результате... Так, что это такое? Нет, этот кокпит не управляется. Так, он не двигается, но, судя по всему, он на что-то влияет. Так, нажмем на включение присоски. Текс, 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 текс. А, текс, текс. Нет, я думаю, что данная штука, в общем-то, и не создана для того, чтобы управлять чем-то. Скорее, она является наблюдательной вышкой. Давайте мы разберемся в этом подробнее, для Чуана. Здесь, вроде бы, есть ротор с переходом на малую сетку. Да, она является... Вот это и является, собственно говоря, и переходом к малой сетке. Вот это вот место, откуда вот начинается весь этот фешенебельный каркас. Весь этот красивый... Красивая обшивка и все такое. Так что, вот оно, вот оно, то самое место. И все становится на свои места ясно и понятно. Ну что ж, это все очень-очень круто и очень красиво. Давайте попробуем проехаться. Давайте посмотрим на основной наш кокпит. Значит, тут много панелей. Сразу скажу, очень много. То есть, на первой панели у нас находится... Тут даже есть тревога. Есть ракеты. То есть, мы можем их выбрать и, наверное, пострелять, да? Да. Ух ты. Вот мы можем пострелять ими. Тут аж целая батарея, судя по всему, этих. Давайте посмотрим, откуда они вырываются. О, понятно. Вот как они замаскированы-то. Я вас наделал. Так, их еще можно включить на постоянный режим. Далее у нас идут движки атмосферные, водородные идут. И, короче, все-все замечательно. Далее девяточка. Это закрывает наши ворота. И, конечно же, тут есть эти стыковочные... То есть, коннекторы для соединения с кораблями, рудодобытчиками. Вот сверху есть. А вот это вот я немножко не понял, что это такое. Сейчас я посмотрю на эту штуку и пойму, что это такое. Так, ам... А, это была сирена. А, это то, о чем я думал. Нет, это не то, о чем я думал. Это, кстати говоря, кусок конвейера, таким вот образом, для декора. Я подумал, почему-то это сборщики, в которые можно кидать все, что угодно. Ну, типа, ресурсы. Так, дальше у нас идет оружейная батарея. Дальше у нас идут реакторы батареи. Дальше солнечные панели. Освещение. И, собственно говоря, радиосистема. А также, конечно же, камеры. Потому что такому гиганту нужны камеры. Также идут поршни. То есть, не поршни, а роторы, прошу прощения. Давайте посмотрим, что они контролируют. Роторс фан деко бэк. То есть, они влияют на что-то сзади. Давайте мы посмотрим, что они будут делать. Я так понимаю, вот видите, эти зеленые турбины. Ну, штука, которую хотел сделать автор под турбину. Выглядит именно таким вот образом. Если их включить, наверное, они будут прощаться. Но пока этого не происходит. Да, пока этого не происходит почему-то. О, вот. Произошло. Я был прав. То есть, наверное, сейчас мы увеличим скорость. Просто сделаем ее очень большой. Чтобы эффекты добавлять. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Так. Аккуратнее. Опа. Так. Вот как это выглядит. Типа турбина. Да. Все ради дизайна. Такие вот дела. Далее. Посмотрим еще кое-что. Посмотрим, в принципе, как эта машина едет. Вроде бы, судя по тому, как говорил Дэн, эта машина способна выдержать много ударов. Ударов судьбы. То есть, реально, машина ударостойкая. Она не является такой чисто декоративной моделью, да. То есть, в ней, безусловно, есть много декоративного, да. Вы видите только вот этот вот дизайн сверху. Это стрелка. Это удивительная стрелка. Упс. Как раз вот проверка прочности машины. Мы снесли дерево. И тест вроде бы пройден. Замечательно. Едем дальше. Попробуем прыгнуть на озеро. С разъезду, с размаху, как говорится. Блин, у меня даже зависать началось. Кажется, я переборщил. Но, но это не страшно. Потому что я думаю, что сама по себе суть в том, что... Да. Есть такой существенный минус. Машина, кстати, поворачиваться не может. Судя по тому, что здесь нету гироскопов. Она не может перевернуться. Да. И судя по всему, сейчас что-то происходит. И машина начинает взрываться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Судя по всему, она под своей тяжестью начала тонуть. Или я даже не знаю, как это назвать. И почему-то вот эта штука превратилась в проект. Видимо, проектор где-то сидит. Короче, угробилая бегемота. Ну, 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 но я его не угробил. То есть, даже несмотря на то, что он перевернулся, он выдержал этот урон, этот удар. И это все реально классно. Мне это нравится. Давайте попробуем, дорогие друзья, заспавнить его еще раз. И попытаться на нем проехать. Потому что я немножко сплоховал. Так. А, а, так. Ага. А, а, м-м-м-м. Так, вот так вот. И попробуем его заспавнить и немножко на нем проехаться. Так. Давай, грузись, грузись. Не разочаровывай капитала Ура. Давай. Ну вот. Застряли. Угу. Ну-ка. А. Так. Вот так вот. Странно вообще получается. Попробую заспаунить. Вот. Так-то лучше. Машина прыгучая жутко. А-а-а. Так. Ну-ка. Хорошо, что в кокпит. Кокпита искать не надо. Так. Что он очевидно находится в очевидном месте. Так. Попробуем теперь устроить второй тест-драйв. И посмотрим, до какой скорости максимум он будет разгоняться. Хорошая поверхность, кстати говоря. И мы узнаем сейчас максимальную скорость. О, дрифт. Великомасштабный дрифт. Так. Сейчас я так понимаю, его будет нести постоянно. Но остановись, остановись, остановись. Окей, давай разгонимся. Так-так-так-так. Ну, я так понимаю, на сутку он точно сможет разогнаться. Хотелось бы увидеть ограничение скорости. Тут по всему ее тут нет, я так пишу. Сейчас мы врежем. Так. Ух-ты-ш. 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 Да уж. Ух. Блин. Да. Не делайте так. Это просто был крашт. Пора вылезать отсюда. Так. Ну, так будет с любой колесной техникой. Если вы ее отдадите мне. А в целом все хорошо. Все нормально. Машина выдерживает удары. Как вы видите, ее каркас не лопается. Даже если вы переворачиваетесь. Ну, я видел машины, в которых полмашины, то есть, разрушается только из-за того, что вы не выезжаете куда-то. Так что, такие вот нюансы. Большое тебе спасибо. Автор данного произведения. На самом деле, очень интересная машина. Так что, будем иметь в виду, что такое тоже бывает. Я надеюсь, что я вас сегодня всех порадовал, дорогие друзья. И поэтому ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на группу. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Заходите в Дискорд. Участвуйте везде, короче. Для того, чтобы развитие канала было самым наилучшим. И чтобы видео выходили интереснее. Точнее, они становились интереснее и выходили почаще. Ну что ж, до скорых встреч, дорогие друзья. С вами был Горли Мор. И всем хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok